Жамбылская область по коррупцию занимает второе место в республике, а Казахстан в последние годы со 140-го места поднялся сразу на 17 позиций. Об этом в ходе рабочего визита в Тарас рассказал заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпикбаев. Посетивший со специальным визитом область, он провел собрание с активом региона, где отметил, что по итогам года в области по злоупотреблению служебным положением зарегистрировано 175 дел. Согласно данным, опубликованным Палатой предпринимателей Томикен, Жамбылская область в числе лидеров по количеству совершенных коррупционных правонарушений в нашей стране. Если в минувшем году за различные корыстные преступления к ответственности было привлечено 67 жамбылцев, то за 10 месяцев текущего года их количество достигло уже 175. В разрезе районов наиболее остро эта проблема стоит в Байзахском и Рысколовском районах, а также в городе Тарази. Заместитель председателя агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции привел и статистику в целом по стране. Если посмотреть по приговоренным кратным штрафам, то сегодня уже 660 должностных лиц приговорили к кратным штрафам. Только за прошлый год в бюджет поступило свыше 3,5 миллиарда пунктов. 924 подверглись конфискации имущества. Это тоже пошло доход государства. Но и 1210 пожизненно лишены права работать на государственной службе. Чтобы скрыть допущенные шероховатости в своей работе, дельцы суют в карманы конверты с зелеными бумажками. Это в основном люди, занимающие высокие должности. Другие же начинают с коробки конфет и ценных подарков. К примеру, одному чиновнику в Павлодарской области за незаконное принятие подарка обуви наложили штраф. С выше 2 миллионов тенге наложен штраф по влодарскому чиновнику. Госслужащим нельзя принимать подарки. Если получен подарок, то его нужно вернуть в течение 7 дней. В худшем случае работник привлекается к административной и дисциплинарной ответственности. Впереди много праздников. Новый год. Будьте осторожны. Зарплата госслужащих в этом году выросла на 20-40%. Однако количество и виды коррупции не меняются. Глава региона высказал свое недоумение и озадаченность по поводу печального первенства Шамбулской области в списке мздоимцев. Карим Кокрикбаев предложил заново пересмотреть список. Так как ранее судимые, отбывшие срок наказания, выплатившие штрафы работники, в этом году снова оказались в списке. Есть вопрос с Аликтом, да и он там. Только в отношении трех должностных лиц Байзарского района за совершенное преступление в период 2008-2009 годы С начала этого года опять возбуждено 103 уголовных дел, это под землей, вот земельные участки, которые у нас проблемы. Хотя по аналогичным эпизодам с начала года вновь возбуждено 103 уголовных дела, хотя по аналогичным эпизодам эти же должностные лица были осуждены еще в 2009 году. И к настоящему времени отбывали сроки наказания. А их мы же, вот 103 преступления, мы их опять показали в статистике, как в Шамбулской области. Непонятно. В Китае госслужащему за получение взятки грозит расстрел, а в Катаре и Бахрине отрубают обе руки. В нашей стране только лишают права работать на государственных должностях. Наказывают штрафами, только в отдельных случаях лишают свободы. За последние годы государственная антикоррупционная политика приобретает все более комплексный и системный характер. Выработан четкий алгоритм действий на перспективу. Наряду с мерами по обеспечению принципа неотвратимости наказания и усилению ответственности за коррупционные преступления, ключевым приоритетом признана работа на выявление и устранение так называемых коррупционных рисков. Кулешху Мурзакова, Ирмекин Шымбек, Семсем Ньюз.